Здравствуйте! В эфире информационная программа Ныне. И вот главная тема сегодняшнего выпуска. Что нам стоит склад построить? Ахтубинский фермер получил на развитие сельского хозяйства Грант и теперь будет строить овощехранилище. Плановый ремонт и снова на воду. Паром для переправы на остров Петриков обслуживает чистый город. Также предприятие ведет обрезку сухостоя на улицах города. За юбилеем юбилей Ахтубинский судостроительно-судоремонтный завод готовится ко дню рождения. В этом году ему 110 лет. Рабочие встречают праздник ударным трудом. Обо всем этом и не только подробнее. Вопрос замены отопительных котлов Нижней Баскунчаки в очередной раз перед губернатором области озвучил глава Ахтубинского района. В замене нуждаются два котла центральной котельной поселка, которая отапливает 74 многоквартирных дома, больницу, школу, санаторий и другие социальные объекты Нижнего Баскунчака. Новые котлы оцениваются в порядках 16 миллионов рублей, выделение которых в нынешних условиях из районного бюджета не предоставляется возможным. После обращения местных властей в региональное правительство, руководство области заявляло о готовности помочь летом текущего года, но из-за коронавирусных расходов финансирование отказало. Алексей Кириллов продолжал выступать с просьбой решить социально значимый вопрос. На последнем рабочем совещании губернатор поручил правительству выделить средства на котлы из региональной казны до конца октября и реализовать проект. Напомню, при поддержке регионального правительства в прошлом году по инициативе районного руководства были установлены новые паровые котлы для поселка Верхний Баскунчак. На днях Ахтубинск отпраздновал одно весомое событие – 100 лет Глиц имени Чкалова. Теперь город готовится встречать другой большой юбилей – 110 лет со дня образования судостроительно-судоремонтного завода. Славными делами и событиями богата история предприятия. Пишется она и сегодня. О том, как живет завод, что строит, ремонтирует – в сюжете Татьяны Фоминой. В январе этого года Ахтубинские судостроители получили крупный заказ. Закладка первой секции буксира-спасателя прошла торжественно. Далее все шло своим чередом. Даже пандемия COVID-19 в процесс не посмела вмешаться. Точнее, корабелы ей не поддались. Лишь только те, чей возраст 65+, ушли на каникулы. И вот спустя несколько месяцев есть свои результаты. Тонны железа приобрели очертания буксира. Мы построили корпус. Построили, вывезли, собрали его под эстакадой. Из шести блоков, которые состоят, вывезли, состыковали, заварили. Дальше идет непосредственно сборка настройки теплохода, на которой работают подрядчики, судокорпусники из города Астрахани, потому что они нам помогают. И сейчас они собирают плоскостные секции. Варят их, вывозят на стапельное место. И мы монтируем их на судно. Поперечные, продольные переборки, с которой состоит настройка. Рубку мы собрали, тоже будем вывозить скоро. Которая ставится сверху, рубка управления теплоходом. Сформировали корпус полностью. В августе месяце сдали корпус скульпционного общества, российский морской регистр, и предъявили заказчику. Корпус сформирован полностью, готовы уже установлены фундаменты под основное оборудование, тоже предъявлены всем надзорным органам. И готовим для погрузки и установки главных двигателей. Спасательный буксир – машина важная и нужная. Ждут ее в Черноморской акватории. Буксир будет оказывать помощь другим судам. Способен тушить горящее на воде топливо, ликвидировать аварийные разливы нефтепродуктов. На завод уже пришло новое техническое оборудование от мировых ведущих фирм-производителей. Это главная начинка для работы огромных машин. Пришли главные двигатели, два дизель-генератора, которые будут установлены в машинное отделение данного буксира. Еще часть оборудования – грузовые насосы, аварийный дизель-генератор для другого судна, строительство которого идет параллельно с буксиром. Танкер «Химовоз» – заказ частный. Его предназначение – перевозить как химические грузы, так и нефть. Мы привели сюда корпус, голый корпус, без окрасочных работ, без обстройки внутри, без труб в машинном отделении, без оборудования. Здесь подняли корпус у себя на слипе, ставили на данную стапельную позицию и продолжили уже полностью работу. В настоящий момент балластные цистерны испытаны, предъявлены к инвестиционному обществу, заказчику. Сейчас готовим наружный корпус. Здесь левый борт у нас уже полностью очищен и окрашен. Также внутри машинное отделение ведутся работы по этажу труб. В 2021 году, в мае месяце, мы спускаем судно, сразу проводим подготовку к швартовым испытаниям, далее проводим швартовые испытания, ходовые. И в июле месяце данное судно будет передано заказчику. В следующем году мы до 1 сентября должны сдать буксир, передать его заказчикам в городе Новороссийске. Помимо строительства есть заказы на ремонтные работы. Сейчас на заводе восстанавливают сухогрузное судно. Задача – очистить и покрасить корпус. Планируем, что до окончания навигации оно закончит ремонт на нашем предприятии и продолжит уже работать на морях в зиму, радовать заказчиков. Но навигационный период заканчивается на реках. И в ноябре месяце, в начале декабря, нам придут на подъем суда, которые в зимний период будут отремонтированы, весной спущены и пойдут в работу. Жизнь продолжается. В пользу и случаях я хочу поздравить весь коллектив с приближающей знаменательной датой на нашем предприятии. В этом году мы празднуем 110-летие. Очень хочется пожелать всем работникам, ветеранам, семьям здоровья, счастья. С вашей помощью и с вашими руками делалась история нашего предприятия. Мы всегда помним о вас и говорим, хотим сказать всегда большое спасибо. Татьяна Фомина, Анатолий Калинкин, Юлия Баховская, Ахтубинск ТВ. К другим темам. 18 октября в Ахтубинске пройдет ежегодная сельскохозяйственная ярмарка. Ее организатором выступает администрация Ахтубинского района. Ярмарка традиционно состоится в районе автодорожного моста. Из-за непростой эпидситуации массового гуляния не будет. Чтобы избежать большого скопления людей, организаторы приняли решение концертную программу отменить. При этом у жителей района останется возможность купить местную продукцию по сниженным ценам. На ярмарке будут широко представлены сельскохозпродукты и товары народного потребления. Открытие торговых площадок запланировано на 8 часов утра. Грант на развитие сельского хозяйства. Это определенная сумма, которую государство из федерального бюджета выделяет в пользу фермера. На возмещение затрат в рамках региональных программ развития сельского хозяйства и создания новых постоянных рабочих мест в сельской местности. В этом году в Ахтубинском районе грантовую поддержку уже получили три предпринимателя. Об этом в сюжете Елена Петченко. В 2020 году по программе Агарстартап получил у нас грантовую поддержку Атавов Джалудин Атавович по направлению развития животноводства. Также прошли отбор и получили грантовую поддержку на развитие семейной фермы. Это у нас Касумова Хами Самаровна и Насрулаев Саид Шамилович. Саид Насрулаев – фермер потомственный. Сельским хозяйством занимались его родители, а затем эстафету принял и он. В 2017 году Саид выиграл областной грант на 2,5 миллиона рублей на развитие животноводства. А в этом году решил расширяться и принял участие в областном конкурсе, чтобы серьезно заняться растеневодством. Используются будут средства на развитие растеневодческого направления, покупка техники и строительство овощехранилища. Для увеличения объема по выращиванию лука и других продукций. Есть перспективы, есть возможности. В связи с этим сделали бизнес-план и подали. Фермер – это не совсем легкий труд. Все риски, все условия нужно минимизировать и работать по возможностям. У Саида Насрулаева есть планы на перспективу. Его проект, который он представил на конкурс, обойдется в 13 с лишним миллионов рублей. Для реализации планов из казны выделен грант в 7,5 миллионов. За эти деньги придется отчитаться сполна. Средства целевые и потратить их можно только в рамках представленного проекта. Фермер говорит, что растеневодством заниматься еще сложнее, чем животноводством. Урожай во многом зависит от погоды, наличия рабочих рук, да и конкуренция в общем немалая. Сегодня на Луковом поле у фермера работают 15 человек. Сезонные рабочие за день получают от полутора до двух тысяч рублей, причем сразу после трудовой смены. Кто из работников приедет на поле завтра, неизвестно. Несмотря на хороший заработок, желающих не так много, как того требуется. На местных рынках продукция Саида Насрулаева появляется редко. В основном ее вывозят сразу с поля представители Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. По старинке лук фермеры уже не собирают, а используют калибровочную технику. Самым большим спросом пользуются луковицы среднего размера. Закупочная цена на такую продукцию – 8,5 рублей за килограмм. Мелкий лук вдвое дешевле. Также у нас закончился прием заявок по программе «Начинающий фермер». Но в настоящий момент все документы находятся в процессе проверки. Победители будут объявлены позже. Елена Печенко, Анатолий Калинкин, Юлия Баховская, Ахтубинск ТВ. По данным МЧС, в Ахтубинском районе с начала этого года произошло 75 пожаров с материальным ущербом. Один человек погиб. Число возгораний, сухой растительности и мусора приближается к 300. Больше всего возгораний зарегистрировано в городе Ахтубинске, селе Капустин-Яр и поселке Верхний Баскунчак. Основные причины пожаров – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования, а также отопительных печей. Что стало причиной пожара, происшедшего в Ахтубинске в минувший понедельник, от огня пострадали сразу два жилых дома и другие постройки, специалисты выясняют. 5 октября 2020 года произошло возгорание жилого дома по адресу улицы Гастелло, дом 20. В связи с данным возгоранием повреждено два жилых дома и хозяйственная постройка общей площадью 130 квадратных метров. Предварительная причина пожара – неправильная эксплуатация электросети и выбор аппарата защиты. В связи с данным возгоранием отделом надзорной деятельности по Ахтубинскому району проводится проверка, назначенная пожаротехнической экспертизой. Данный пожар был ликвидирован силами 14-й пожарной части, 49-й пожарной части, МПК поселка Джилга и пожарной части гарнизона. Хочется обратиться к жителям нашего города и района и попросить их, чтобы более тщательное внимание уделяли состоянию электропроводки, регулярно обслуживали электропроводку. Сейчас у нас начинается отопительный сезон. Хочется попросить, чтобы более ответственнее относились к эксплуатации отопительных приборов, электрических каминов, обогревателей, чтобы обслуживали перед отопительным сезоном отопительные печи, производили нужные работы. 5 октября на переправе на остров Петриков проходили ремонтные работы. Подробности в нашем следующем сюжете. Регламентные работы по ремонту парома проводились во вторник на переправе на остров Петриков. Ремонтировалось днище паронного понтона. Там заделывались отверстия, потертости, то есть было заделано всего 4 отверстия, которые протерлись. Работы по ремонту парома производились специалистами компании «Чистый город» и были завершены досрочно. С сегодняшнего дня паром работает в обычном режиме с 8 до 18 часов с перерывом на обед с 13 до 14. По поводу работы его продолжительности работы парома, работать он будет, насколько позволят погодные условия, до какого будет открыта навигация. В этом году также мы проводили ремонт баркаса. Узел винтовой там меняли уплотнение. Это все производилось на судоремонтном заводе нашем. Ну, также в этом году его планируем после окончания навигации поднять на стапеля и покрасить. Капитальный ремонт самого парома запланирован в этом году произвести в зимний период. Там вырезаться будет днище и меняться на новые листы. Будем готовить, то есть к прохождению инспекции в ГИМСе и постановке этого баркаса и парома самого на учет и получение лицензии на данную переправу. Анна Фадина, Анатолий Калинкин, Сергей Николаев, Ахтубинск ТВ В Ахтубинске продолжаются работы по опиловке сухих деревьев. Предприятие «Чистый город» работает в плотном графике. Вчера сухостой спиливали по улице Жуковского на территории детского сада номер 2. По плану графика продолжаем опиловку, которую представлен в главе города. Сегодня проводим на втором детском садике, потому что это связано с безопасностью и детей наших, и жителей города. Поэтому сегодня работы ведутся здесь. Данные дрова мы вывозим также по списку нуждающихся в этих дровах. Это малоимущие семьи, кто пишет письма и приходит нам даже от губернатора указание по данному вопросу. Люди обращаются даже в администрацию губернатора, и мы производим завоз этих дров нуждающихся. Дальщики закрывают очередной летний сезон. Подготавливают к зиме виноград и другие плодоносящие культуры. О том, как это делать правильно, узнаем вместе с Владиславом Лихварем, ведущим рубрики «Васадули». Первая декада октября на исходе, а днем на градуснике температура до 20 градусов. Ночью опускаются до пяти, и листья на деревьях стали желтеть, посыпались яблоки, а груши поздних сортов еще украшают наши сады. Дачники уже по полной программе готовят садовые огородные участки к зиме. На даче Соловкиных виноград уже обрезан. И Михаил Васильевич, как говорят, занят подъемом зяби, перекапывает гряды, где много лет выращивает картофель. Мы удовольствие получаем, оба как бы работаем на земле, заняты делом одним словом, в нашем возрасте мы заняты делом, тем, которым нам надо заниматься. Кто в спортзале, а мы здесь. У нас были вот яблоки хорошие, хватило нам вот так и соседям, и детям. Очень много на даче Соловкиных цветов. Галина Николаевна уделяет им особое внимание, ухаживает, поливает и даже тяжелую работу, такую, как пересадка, не доверяет мужу. Цветов на их даче много, красивых, разных сортов, но самые ее любимые – розы. По весне были красавицы, а сейчас вот эти какие. Сколько у кустов у вас? Ой, не знаю, когда-то было 25, а теперь одни отмирают, другие туда вон отсаживаем. Любите цветы? Многие женщины не любят. Короток световой день осенью, потому спешить надо, успеть навести порядок, собрать выращенный урожай, подготовить дачу к зимовке. Владислав Лихварь, Сергей Николаев, Ахтубинск ТВ. Вышел в свет свежий номер газеты «Ахтубинская правда». Читайте выпуски. Ситуация с коронавирусной инфекцией становится напряженнее. В районной администрации состоялось очередное заседание оперативного штаба. Глица Миничкалова отметил вековой юбилей. В Ахтубинске прошли торжественные и памятные мероприятия. Батаевка отметила свой юбилей. Селу исполнилось 280 лет. Местные артисты подготовили для жителей большой праздничный концерт. Настойчивость главы района поможет решить отопительный вопрос. На Нижний Бескунчак поступят новые котлы. В Ахтубинском историко-краеведческом музее открылась выставка роботов. Новинки техники приехали из разных уголков мира. Вандалы снова взялись за дело. В Ахтубинске на Площади Победы потушили вечный огонь. На встречу летящей бомбе. История одного захоронения в очерке известного московского журналиста. А на сегодня это все новости. Всего доброго и до новых встреч в эфире Ахтубинск ТВ. Редактор субтитров А.Семкин